Доброго времени суток, друзья! Сегодня прибыл очередной пакетик с фирмы Джеффа Безоса, да? С Амазона, да? С Амазона. Амазон у нас тут так называют, поэтому извините, если кто-то не понял, о чём я. Да? Это именно с Амазон. Да, внутри у нас должна быть книжка. Книжка не простая, а электронная. Ну и также чехол к ней же. Так что приступим к распаковке. Да. Так. Пыренько её так вскроем. Что у нас там внутри? Коробочка нам больше не нужна. Так. Это непосредственно сам Pocketbook Touch Luxe 4 серии. Других как бы не было, да? Я почитал. Нужен был такой компактненький. Компактненькая читалка, да? Почитаем периодически с женой книжки. Так, сейчас укроем сначала этот чехольчик, посмотрим, как он будет выглядеть. Так, вот он. Ой, красивенький чехольчик. Так, да, вот такая вот штучка. О, подарочек. Да, экранчик протирать. Вот здесь он куда-нибудь сюда. Чехольчик уберём в сторонку. Да, плюс-то в чём, что можно вот так ставить и читать, как удобно будет. Так. Сейчас мы тут всё срежем. Так. Так. Опачки. Непосредственно наша книжка, да, тоненькая такая, да? Но без чехла её опасненько носить, потому что как бы бьются, и уже проще тогда покупать новую книжку, да? Так, что у нас тут? Please open. Ну да, вот как раз, что, да, что бьются легко, ничего тяжёлое на неё, лучше не класть, да? Что, мол, это не кирпич, будь осторожен, да? Что у нас тут? Краткое руководство пользования. Я думаю, в принципе, останавливаться на этом долго не будем. Плэн пустых листов, как всегда. Что у нас тут? Гарантийный талон. Ну, тоже, да? Как бы на этом можем на макулатуре на наше закончить. И посмотрим, что же там внутри. Как же выглядит сама непосредственно книжечка. Да, взял вот такой вот зелёненького цвета. Очень хорошо чехольчик вписывается в тему, да? Так, ну, да, удобненький такой, маленький совсем, да, книжечка. Включим. Не включается. А, ну, выренько. Так. Хоп. Так. Да, вот, закачал кое-какие туда книжки. Посмотрим, как это он в применении будет. Так, это у нас тут шестяной зритель. Поздоровайся, скажи привет. Иди гуляй, иди гуляй. Так, ладно. У меня тут появились кое-какие зрители. Рядышком. Надеюсь, вам и не мешать не будут. Посмотрим. Да, то есть вот так вот это всё происходит. Можно вот так вот читать. Руку здесь продевать. Я думаю, этот подарочек только мешать будет. Наберем его в сторонку. То есть вот так вот продевать в руку и читать. Очень удобно, да? В плане чехла. Если у кого, как бы, есть уже такая книжечка, может, тоже будет интересно. Так, мы его включим. Так, там уже должно быть куча всяких разных книг. Загрузиться. Так. Да, там, не обращайте внимания, там много разных различных книг. Будет то романы и тому подобное. Даже браузер свой есть. И... Да, в плане читалки очень хорошо. Да. Пользуется в основном моя жена. Так, извиняюсь за зрителя. Пользуется в основном моя жена. Я периодически читаю, когда есть время, да? Очень удобно читать, потому что выглядит, действительно, как чистый лист бумаги. Ну, и эта версия, в принципе, она еще с подсветкой. Можно в темное время суток тоже читать. Но мне удобнее, в принципе, без подсветки. При дневном освещении, ну, так же, как и книгу читать, да? В принципе, аналогичное ощущение возникает, да? И... Да. Можно всякие книжки читать. Очень удобно. Не знаю, зачем там все эти функции. Будь то браузер и то остальное, это, как бы, наверное, думаю, не очень удобно этим пользоваться всем, потому что... Ну, как мне, да? Ну, в принципе, Dropbox полезная штука. Магазин... Ну, да, там, наверное, можно всякие книжки докупать. И... Да, уйти, 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 уйти. Так. Книжки докупать, да? Извините. И, ну, да, даже поиграть можно или с удобно по разгаду. Но... Так, в принципе, очень удобно. В плане компактности. И... Вреда для зрения, допустим, у меня телефон Amoled. Я периодически читаю, но глаза устают с телефона читать. А это вот такой вот и компактный, и... в плане книжки очень хорошо. Так что, смело рекомендую. Ну, а у нас на этом все. Всем спасибо за просмотр. И... До следующих видео. Пока.